Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Мария Сунхалырова и Ольга Степанова. Якутия является одним из самых пожароопасных и поводкоопасных регионов страны. И тут уже можно смело утверждать, что подготовка к таким стихийным бедствиям у нас не проходит. Она где-то может сезонно затихает к осени, но все подготовительные работы у нас идут круглый год. Сегодня у меня в гостях Зинаида Егоровна Васильева, она руководитель департамента по водным отношениям Минэкологии Якутии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Константин Владимирович Масалов. Добрый день. Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения Авиэлесохраны Республики Саха-Якутия. Итак, первый вопрос у меня к Зинаиде Егоровне. И расскажите, поговорим о паводко-опасном периоде, работы, которые уже ведутся подготовительные. И вот какие населенные пункты и каких районов будут находиться в опасной зоне затопления в этом году? Какие прогнозы? Добрый день еще раз. Но у нас уже распоряжение правительства вышло, номер 77, 30 января 2024 года, о задачах исполнительных органов власти Республики Саха-Якутия, муниципальных образований, предприятий и организаций Республики Саха-Якутия и Якутской территориальной подсистемы и Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодия и летних осенних паводков на территории Республики Саха-Якутия. Во исполнении этого распоряжения все органы исполнительной власти, все предприятия, все муниципальные образования начинают подготовку к весеннему половодию. В этой связи мы на территории установлено на 125 населенных пунктов границы зон затопления. То есть в 24 муниципальных образованиях есть населенные пункты, которые попадают в зону затопления. Особое внимание, конечно же, на эти муниципальные образования находятся и то, что происходит ежегодно. Это у нас климатические особенности, природные особенности. Наши реки текут с севера на юг, с юга на север, поэтому они затороопасные. То есть юг теплее, север холоднее, если там не успевают погодные условия подстроиться, обязательно у нас заторные явления наблюдаются. Поэтому в местах, где обычно происходят эти заторы, разработана проектная сметная документация по проведению мероприятий по ослаблению прочности льда. Это вот те самые зачернения? Да, это зачернение. Но мы методом зачернения делаем на реках Алдан, Амга, Нюя, Токка. Метод зачернения предусматривает, вот расчищаем снег, потом на него зачерняющее вещество распыляется. И вот то, что самое, в который имеющий наибольший коэффициент поглощения солнечной радиации, это зачерняющее вещество, это уголь каменная или ПГС, песок. Его распыляют по схеме, которая у нас утверждена и согласована МЧС России по республике Саха-Якутия, Ленским бассейном водным управлением и утвержден нашим правительством. По этой схеме мы объявляем электронные конкурсы. Сейчас электронные конкурсы все прошли, 11 контрактов заключены на эти реки. А по рекам Лена и Колыма такие же работы плюс ледорезные работы проводятся федеральными структурами. Это Лена-регион Ваткос, который находится здесь, и филиал проводит эти работы на реке Лена и Колыма. Почему тогда, если для радиослушателей интересно, реки Алдан-Амганюй, они внутренние реки, как бы на территории республики находятся, а Лена и Колыма это транскраничные. Они охватывают два или несколько субъектов России, поэтому на нем проводят федеральные органы. Но мы контракты уже подписали и уже приступаем к выполнению этих работ подрядной организации. Уже мы их собрали, задачу поставили перед ними, какие работы должны провестись. Работы должны проводиться до 15 апреля. Мы уже до 15 апреля должны эти работы принять. И решением комитета по чрезвычайным ситуациям правительства сейчас создается Межведовская комиссия по приемке этих работ. Туда включается тоже МЧС России, Росприроднадзор, Ленское бассейн и водное управление, муниципальное образование. И эта комиссия будет ездить, принимать эти работы, смотреть качественно выполнение таких работ. Ну, кроме ослабления прочности льда, мы еще проводим русловые работы. Русловые работы, что такое русловые работы, это вот почему у нас происходит паводок. Это вот из-за заторов, во-первых, и во-вторых, заявляется русло реки, уменьшается пропускная способность реки. Поэтому мы дноуглубительные работы делаем и расчищаем от завалов. Допустим, вот на реке Харбала в горном Улусе у нас проводятся такие работы с прошлого года. Там в прошлом году мы сделали расчистку от завалов. Это вот горная речка, весной очень сильное течение и очень много завалов деревьев бывает. Они мешают свободному прохождению весеннего половодия, из-за этого разлип происходит и затапливают населенные пункты. И в этом году мы продолжим эти работы, тоже контракт подписан, тоже расчистка завалов будет и дноуглубительная работа. Да, очень хорошо, так подробно вы рассказываете, чтобы мы поняли, на самом деле, какие там работы-то на местах проходят. Да, вот на местах такие работы проводятся. Это вот расчистка русла, дноуглубления. Это вот примерно в какой период проходит? Это тоже в марте, в апреле проводятся такие работы. И у нас в этом году такие работы будут проведены на реке Индигирка у села Орктобалаган-Сартуновский. На слег тоже вот русловые работы. В прошлом году заключили контракт. Всего по ослаблению прочности льда нам выделили субвенции 16 миллионов с федерального бюджета. И 7 миллионов на русловые работы. На русловые работы мы считаем, что, конечно, не хватает федеральных субвенций. Но по методике у нас расчетов субвенций три показателя. Три показателя. Три коэффициента. Это количество населения, проживающего на таких опасных местах, которые затапливаются. Количество договоров водопользования. И протяженность водных объектов, которые подвергают населению к негативным воздействию. И, как понятно, у нас население, село маленькое, протяженность маленькая получается. Количество населения маленькое. Тоже же самое. И количество договоров тоже получается меньше. Потому что у нас больших водопользователей, таких как Гейсы большие. Или еще что-то. Крупные водопользователи у нас Алдроса, водоканал и все. Это тоже надо понимать. Да. Поэтому у нас в любом случае мы остаемся проигрыши. Получается у нас размер субвенций маленький. Ну, 23-25 миллионов. Из них, вот я как уже сказала, 16 миллионов входит на ослабление прочности льда. И на остальные мероприятия у нас совсем мало остается. 7-8 миллионов. Но, тем не менее, мы работу проводим. И исполниканский бюджет тоже нам выделяет средства. Они называются «Превентивные мероприятия по защите населенных пунктов». Называется. И в этом году у нас выделено 15 миллионов. На них тоже мы уже контракты некоторые заключили. Некоторые на стадии заключения. Это вот работа по укреплению берега у села Аймекон-Поль с холода. Где идет разрушение берега и затопление. Мы там будем укреплять берег. И это на углубление сделаем. И такие же работы будут по берегу укрепления у озера Чуропча. Вы знаете, там тоже проблема из-за мерзлотных явлений. Это таяние линзы. Разрушается берег, озеро под воздействием и воды, и климата. Потепление климата, считаем. Там угрожает обрушение берега построенных объектов капитального строительства. Там тоже будем проводить. Позапрошлым годом там тоже работу проводили. Сейчас продолжим. И такие работы мы ежегодно планируем. Но, к сожалению, тоже средств не очень много. Нам, можно сказать, не хватает. А вот по снегозапасам, сегодня опять снова снег идет. И вообще, какие прогнозы? Ну, по информации Якутского управления гидрометслужбы, снегозапас, высокий уровень у нас наблюдается на устье реки Алдан, Амга, на северо-западе, в Оленевском улусе, на северо-верхоянский устьянский улус. Там высокий уровень снегозапаса. Также выше нормы наблюдается где-то в районе Алёпинского района. Тоже высокий уровень. Ну, выше нормы. Но не такой высокий, как на северо-западе и по устью Алдан. Ну, снег будет, но все равно от погодных условий зависит. Апрель прогнозирует аналог 2019 года. По маю, особенно когда вскрытие рек будет, у нас пока информации нет, прогноз выйдет только 17 апреля. Вот такие у нас пока прогнозы спокойные вроде как, этот год, 24-й, но мы не знаем, какая погода будет. Именно зависит от того, какая погода будет. Резко, если потепление будет на юге, а север будет не готов, тогда мы обязательно наблюдаем заторные явления. И иногда случается так, что хотя и мы установили зону затопления по 120 населенным пунктам, но могут быть и затопления населенных пунктов, которые никогда не испытывали такого негативного действия. А вот исходя из вашего уже многолетнего трудового опыта? Да, вот допустим, в свое время были затопления на севере этого, на Барском улусе было затопление, никогда не наблюдалось. В Оленёкском улусе было затопление. И были затопления летний паводок, помните, наверное, 22-го года. Это Верхоянский район, Кобяйский улус. Там тоже из-за повышения уровня воды летних осадков больших тоже затопление было. И на эти населенные пункты мы уже начали устанавливать тоже границы зон затопления. Раньше они не подвергались, допустим, некоторые из них. Ну, исходя по той цифре, которую вы еще в начале передачи произнесли, вот 24 улуса, это практически все львиные, да, все в нашей республике. Да, почти так, ага. Поэтому у нас по подготовке к паводку у нас буквально вот сейчас идут команды штрафные учения, именно МЧС России. С участием, я верю, да? Да, да. Там все вместе. Паводку пожаропасную. Да, у нас два вида ЧС, паводок и пожары. Поэтому ежегодно вот весной у нас идут команды штрафные учения. Мы готовим к паводку опасного периода муниципального образования. Буквально вот в четверг, пятницу на прошлой неделе провели семинары для работников муниципального образования. Если не дай бог случится ЧС, они должны быть готовы, они должны уметь считать ущербы, они должны готовить население к чрезвычайным ситуациям. И по этому поводу мы провели семинар, ну, ежегодно проводим такие семинары. Потому что еще по оказанию финансовой и материальной помощи и по потере здоровья и при смерти близкого гражданина, близкой семьи, да, у нас с 22-го года они идут как госуслуги. То есть уже на портале госуслуг оказываем эту помощь. Это вот очень встречает очень сложные проблемные ситуации бывают, потому что интернет плохой, не готовы специалисты муниципального образования. И мы ежегодно в виде теста обучаем. В этом году мы обучали Амгинский улос. И нам здесь хорошо помогает МФЦ. Вот в 22-м году, как я уже отметила, когда был летний поводок в Верховянском говязьком улосах, нам очень хорошо помогли МФЦ. Они, допустим, выехали в труднодоступные населенные пункты, собрали у граждан заявление, привезли в Якутск и в госуслугу внесли. И мы их увидели, и уже материальную помощь начали выдавать. Ну, это весомый вклад. Они встали, собрались и поехали. Да, конечно. Это было как бы для Якутии масштабное явление. С нашими территориями. Было отработано 7 с лишним тысяч заявлений. Ну, потому что два заявления на два вида помощи подается. Поэтому пострадавших, конечно, 2000 с лишним человек было, которые получили материальную и финансовую помощь. Там и региональная, и федеральная. Ну, есть, да, там было региональный, региональный масштаб. Да, ЧС разделяется на муниципальный уровень, региональный, межрегиональный и федеральный уровень. Но там показатели очень серьезные сейчас повысили. Если ранца 500 тысяч было, да, по федеральному, то сейчас вообще очень большая сумма, поэтому не факт, что мы попадем на федеральный уровень по показателям. Поэтому региональный может быть или муниципальный. Если муниципальный, то муниципалитет сами отрабатывает. У всех муниципальных образований должны быть резервные источники финансирования. И вот из резервных источников они выделяют гражданам помощь. Ну, вот мы опять, мы перешли к тому, что все структуры уже вообще полностью проходят. Обучение начинается, вот эти вот командно-штабные учения. А мне кажется, авиалия сохранна вообще бесперебойно тоже так вот работает. Целый год там, какая работа у вас была проведена? Ну, да, то есть абсолютно правильно. У нас, в принципе, и не заканчивается. То есть после сезона сразу начинается подготовительное мероприятие. То есть, допустим, если мы берем подкутоков к этому сезону, то в прошлом году уже начали проходить техосмотр и транспортные средства. Зимой были объявлены аукционы для проведения воздушных тренировок. То есть привлекается авиация, самолеты Ан-2 для прыжков с парашютом и вертолетами И-8 для спусков на спусковых устройствах. Дальше, значит, по авиации на сегодняшний день тоже уже подписываются последние контракты. То есть полностью все аукционы проведены. Значит, все объемы распределены. И воздушные суда будут выставляться к открытию пожароопасного сезона для привлечения их нарушения лесных пожаров. Что касается личного состава, то они у нас зимой практически находятся в отпуске. Отпуска у них довольно-таки значительные, потому что опасные условия труда. Плюс имеют дополнительные отпуска за прыжки и спуски. После выхода спусков они сразу, значит, проходят медицинские осмотры. Потом сдают теоретические экзамены. То есть все работники, да, независимости подтверждают свою квалификацию. Теоретически потом сдают практические занятия. То есть непосредственно отработка – это прыжки с парашютом, да. И, значит, спуски на спусковых устройствах. Численность у нас довольно-таки большая, поэтому тренировки, значит, были разбиты у нас на 8 потоков. Они проходили, ну, именно воздушные тренировки проходили в Магане, в Немигюнцах, в Нербе, в Сунтарах, в Чульмане. И на этой неделе у нас будет тренировка в Батагае. То есть практически на этой неделе основной поток завершает эти тренировки, подтверждают квалификацию, и они готовы к тушению лесных пожаров. Средствами пожаротушения они обеспечены, средствами медиальной защиты, таборным имуществом. То есть они полностью укомплектованы. Ну, хотелось бы отметить, что в этом году довольно-таки рано начались, да, у нас тренировки, несмотря на суровый наш климат, чтобы... И в феврале месяце у нас проходило обучение, ну, с 5 февраля обучение по программе первоначальной подготовки парашютистов пожарных. То есть мы увеличиваем численность именно парашютистов, да. Вот, значит, сдали теорию и практически, значит, практику, то есть прыжки. У нас 23 человека. Из них 6 человек — это Стампонского района, Хандонское отделение. Ранее парашютной группы там не было. То есть сейчас будет своя парашютная группа. Предыдущие два года до открытия отделения мы направляли, то командировали людей. Сейчас у них уже будут свои парашютные группы, да. А в прошлом году у нас такие парашютные группы в Сонтарах тоже были организованы в Нюрбе и Вилюйске. То есть как бы мы идем по пути увеличения численности парашютистов пожарных, потому что они напрямую влияют на оперативность тушения. То есть производится мониторинг, да, в самолете Ан-2. И в случае обнаружения лесного пожара производится сразу их высадка. И, соответственно, они оперативны на малых площадях. У них есть возможность короткое время его ликвидировать. То есть не допускаем распространения площади огнем, да, то есть сохраняется лес и повышается оперативность тушения. Вот. И также с 18 марта у нас еще один поток, второй поток врачальной подготовки парашютистов пожарных. Здесь уже обучается 11 человек. Это в целях доукомплектования групп, которые уже имеются у нас на территории республики. У нас 21 отделение. Вот. И, значит, практически на всех уже есть парашютные группы. Это вот, как хорошо, да, вот такой прогноз то, что увеличение, увеличение в районах появляются свои парашютисты, десантники, да? Да, парашютисты. То есть чем отличаются парашютисты, десантники? Парашютист, он, значит, и выполняет прыжки самолет, да, с парашютом, зависит от них, там, разный тип парашютов есть. Лесник-3, ПТЛ-72. А десантники только спускаются. Десантники только спускаются. И парашютисты тоже спускаются, да. Десантники только спускаются. У нас реклама буквально на 4 минуты, потом мы к вам вернемся. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем беседу с нашими гостями. У нас в гостях Зинаида Егоровна-Васильева, руководитель департамента по водным отношениям Минэкологии Якутии, и Константин Владимирович Масалов, заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия Авиалесохрана. Константин Владимирович, мы буквально остановились на парашютистах и парашютистах-десантниках. Ну да, значит, сейчас идет по пути восстановления, то есть к концу этого года уже у нас практически будет цифра доходить под 200 человек парашютистов, да, то есть тем самым мы как бы пролонгулируем увеличить эту численность. На местах, но они очень точечно помогают, да, вот сразу же? Ну, а здесь как бы какая технология, то есть у нас есть такое понятие как класс пожарной опасности, да, то есть КПО в зависимости от условий погоды и в зависимости от класса пожарной опасности выполняются работы по авиационному мониторингу, да, и авиационный мониторинг на самолете А-2 с активными силами, с лицами, то есть парашютистами, это группа 6 человек, инструктор и 5, значит, парашютистов, выполняет авиационную патрулированность с классом, и в случае обнаружения пожара производится их высадка сразу на пожар, поэтому как бы условия такие как бы сложные, у нас вообще в целом особо опасные условия труда у всех работников относятся. Ну, парашютисты, это как бы в большей степени призвание, то есть человек должен гореть этим, потому что не каждый решится, да, выполнять парашюти из самолета и еще как бы производственные, не просто на открытую большую площадку. Ну и здоровье человека, жизнь. Здоровье, то есть это основные критерии, все у нас проходят. Ну, 2021 год прямо выстояли, да. Ну, 2021 год был сложный, здесь как бы основная причина возникновения лесных пожаров, если мы берем весенний период, да, то есть это у нас вот человеческий фактор, да, гены. Очень редко, допустим, если мы берем период мая, где-то по третью декаду июня, то есть примерно 17-20 числа, может быть, один-два там пожара от ЛЭП, то все остальные пожары будут происходить, это человеческий фактор, это то мероприятие, которое запрещено на территории Российской Федерации, это неконтролируемость и ход с выжиганием. То есть человек, значит, производит выжигание сухой растительности и при этом они это не контролируют, да, то есть в принципе, наверное, и в целом по России пришел запрет из-за того, что просто все это проходило бесконтрольно, и, соответственно... — Леса горели, соответственно. — Да, то есть лес заходит, и уже температура даже может быть низкая, но в лесу он силы набирает, он будет леть, и днем будет подниматься, соответственно, будет уже порождать дерево стоя. — Ну вот май месяц самый такой напряженный из-за этого... — Май месяц, да, в большей степени это именно человеческий фактор, то есть... — Пикники, походы... — Охота. — Охота. — Ну, как бы, если пример посмотреть, вот сравнить с 21-м годом, то 21-й год, он как бы такой показательный, переходящий, но все силы средства были заняты с начала мая месяца, и они до грозовой активности, они даже не высвобождались, постоянно были на пожаре, то есть, и когда пошла вспышка, уже как бы было тяжелее реагировать на грозовую активность. — Ну и народу-то было меньше, да? — Численность, да, у нас была поменьше, то есть у нас было... У нас из общего состава было порядка 150 человек, а те, которые сезонные работники, да? С прошлого года эти 150 человек, значит, нам на постоянную основу, да, с поддержкой республики, то есть нам увеличили численность на 150 человек. Вот, на сегодняшний день у нас 550 парашютистов пожаров, ну, сандиков и парашютистов пожаров, то есть общая численность те, которые непосредственно находятся на пожаре. Ну, также для организации работы есть такие, как летчики-наблюдатели еще, работники у нас. — Они, по-моему, уже с какого года начали? — Летчики-наблюдатели у нас уже где-то в течение трех лет идет их увеличение плановое, да, то есть имеется дорожная карта, которую мы выполняем. Это как бы штучные специалисты, у них очень высокие критерии по здоровью, то есть они проходят летную и врачебную комиссию, как пилоты, да, такую же комиссию. Плюс у них должно быть образование, и они должны отработать, как минимум, год десантиком либо парашютистом пожарным. После этого их уже отправляют на обучение. И, соответственно, у них, ну, как бы, здоровье на самом себе приразное, значит, человек должен отслужить в армии, да? — Там просто желания, мне кажется, мало, да? Нужно быть еще и как космонавт. — Ну, специалисты, конечно, должны быть, и здоровье должно быть крепкое. — Требования высокие. — Требования довольно-таки высокие. — Ну, в последние три года увеличение? — Ну, увеличение, да, как бы идет, потому что мы все люди, все имеем возрастные ограничения, то есть люди некоторые ходят на пенсию, то есть, да, допустим, летнабы у нас. Также открылись новые отделения, да, у нас, то есть с 22-го года. После 21-го года у нас открылись в Батагае, открылись в Хандыге, открылись в Тамторе и открылись в Зирянке. То есть четыре отделения, это вот те, которые у нас открылись. И площадь охраняемая, да, у нас тоже увеличилась. Если раньше у нас было порядка 21 миллион гектар, то сегодня у нас почти 70 миллион гектар, которые именно подлежат активной охране лесов с применением воздушных сил, то есть, проведение мониторинга. Численность летчиков-облюдателей, значит, на сегодняшний день у нас 33, да, летчика-наблюдательные территории республики, которые готовы выполнять работы. И в прошлом году, значит, были подобраны 9 кандидатов, и в сентябре месяце они были направлены в Пушкино, в Московскую область, для прохождения первоначальной подготовки летчиков-наблюдателей. Значит, у них теоретическая часть уже закончилась, сейчас они проходят летную практику, и где-то в середине апреля они должны уже вернуться на территорию республики. Это когда плюс? Это плюс к 33, то есть будет 42 летчика-наблюдателя, плюс есть 3 человека команды летного состава, которые тоже могут выполнять работу летнаба. Но они когда вернутся с открытием сезона, у них будет программа вода в строй, после стажировки, вода в строй, после этой программы они уже получат допуск к самостоятельной работе. Не могут выполнить сами. Ну вот опять же, о пожарах, да? Буквально недавно в новостях вышла информация, то что высокий класс горимости леса предполагается в летний период на территории Якутии, согласно вероятностному долгосрочному прогнозу, на весь пожароопасный сезон 2024 года. Прогноз 2023 ассоциировался с прогнозом 20-го. Это тот, который шел уже на 21-й. 21-й это у нас по пожарам был такой... Сложный год, сухой. Ну и плюс вот этот вот человеческий фактор. Вот тут, мне кажется, надо больше внимания, наверное, на май месяц, да, если... Ну здесь да, то есть если май месяц будет довольно-таки сложным, если будет сложным, то значит и весь сезон у нас постоянно перетечет и не будет возможности оперативно реагировать на вновь возникающие пожары уже от природного фактора, да? То есть в целом учреждение практически, можно сказать, на сегодняшний день готово. То есть осталась там буквально батагая тренировка, то есть все работники уже будут готовы к совершению. Работники всеопытные, опять же, опыт позволяет им оперативно реагировать. Численность у нас увеличена. Если нашей не будет хватать, на территории республики есть подразделение ФИБО или СРАН, да, федеральное учреждение, там их порядка 56 человек, те, которые могут тоже, соответственно, прийти на помощь, если нас не будет хватать сил и средств. Ну у нас, как бы, также в рамках подготовки мы разрабатываем предварительный план внутрибазного манерирования, то есть сколько человек, в какой район мы сможем направить. Технические средства на сегодняшний день нам тоже позволят не только производить авиацию, да, наращивание силы средств, но и иноземные способы. Ну вот опять же. Ну министерством уже мы ведем работу с населением, чтобы не было вот таких явлений, как в мае, население должно быть у нас грамотное, население и во всех и мессенджерах, и социальных наших, вот ватсап или еще что, телеграм, везде мы направляем информацию, что вот, что запрещено, что нельзя делать. Охотникам мы даем информацию, что нельзя вот быть бдительными к пожару. Еще профилактическая работа, она ведется. Профилактическая работа активно ведется, и во всех массовых этих публикациях мы делаем это. У нас на местах инспекции работают, лесничество работают, и они с населением ведут работу. Поэтому вот мы добиваемся, чтобы население у нас было более ответственно, подходило к этому таким. Вот у нас телефонный звонок, наушники. Алло, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел по поводку все время задаю эти вопросы, и никто ничего не может ответить на это. Река федеральная ведь, река Лены федеральная. Вот убытки страшные по поводкам. Люди остаются без ничего, как говорится. Вот тебе Путин, вот тебе борьба с бедностью. Я вот давно предлагаю, почему земснарядов у нас нет. Отчистить руслые реки, углубить ворватель, сделать берега. И никогда раньше не было у нас вот таких заторов. За рекой никто не смотрит, ни бассейн ленской пароходцы, ни экология, никто. Все отказались от реки. Сейчас оборудовали плоскодонные судны, прут на них и все. Вот почему мы не занимаемся бабушкой Лены своей рекой. Это вот по поводку. Так, теперь я хотел по пожару спросить. Республика может у нас закупить, допустим, зондировщик Ан-26 или нет? Почему у нас разве нет средств? Своё бы иметь. И один Б-200 бы хорошо бы, неплохо бы. Чтобы можно было вылететь в горные волосы и все, загасить, и люди не пострадали бы. Вот такой вот вопрос у вас. Спасибо вам большое, Махтал. Спасибо за вопрос. Да, вопрос ставится правильно в своё время, в советское время. Мы всегда наблюдали, большие земснаряды всегда под Якутском стояли, в Наамском улузе стояли. Они готовили судоходные фарватеры для пропуска судов. И правильно отметил наш телезритель радиослушатель, что сейчас на плоскодонках идут, поэтому земснарядов совсем мало став. Они работают только на баровых участках рек, где пропускают море, река-море сюда. И ещё вклад в это положило то, что полномочия были разделены. Допустим, те, которые готовятся к паводку, допустим, полномочия по защите от населённых пунктов, от паводка опасного периода, это Федеральное агентство водных ресурсов, у них нет полномочий, допустим, углубления сделать земснарядами, допустим. А речники, они только судоходные пути обслуживают. Вот из-за этого у нас в федеральном законодательстве есть такой, можно сказать, двойной подход, или как там называют, можно так сказать. Но углубительные работы мы всегда ставим. И река Федеральная Елена, это федеральные структуры проводят только по ледорезным, и ослаблению прочности льда. Но углубительные работы не проводятся. Они должны постоянно проводиться, чтобы постоянно проводить. Заносов песка очень большой объём, таким крупным рекам. Поэтому как в советское время они работали, постоянно стояли, точно так же работать не хватает средств, допустим. Это первое. И второе. Проводили ряд научных исследований. То, что на какой-то объём своё время под городом Якутском были проведены углубительные работы в зимнее время. Прорези были сделаны. И эти прорези, на следующий сезон их уже не было. То есть всё занесло опять песком. Те работы, которые были проведены, те вложения, которые были туда вложены, они на следующий сезон уже не работали. То есть на углубительные работы, на самом деле, имеют очень короткий срок. Даже на малых реках, это превентивные мероприятия, которые на углублении мы делаем в зимнее время, они эффективность имеют только на три года. Ну, минимум на три года. А иногда бывает и через год, если всё это может заелиться опять, и опять пропускная способность уменьшается. Хорошо. И вот второй про самолёт. Ну, по поводу самолёта-зандировщика, то есть на базе полярных авиалиний у нас на сегодняшний день имеется самолёт-зандировщик. Но хотелось бы здесь пояснить, что тушение лесных пожаров именно с использованием искусственного вызывания осадков в соответствии с лесным кодексом – это федеральные полномочия. То есть тот зондировщик, который находится на территории республики, если мы будем говорить о пожарной опасности, он будет применяться в целях снижения класса пожарной опасности. И, соответственно, в целом, для понимания, зондировщик с пустого места осадков не сможет вызвать. Для него необходимая ресурсная облачность, чтобы на неё воздействовать, и в дальнейшем пошёл дождь. Значит, второй вопрос по поводу БИИ-200. Ну, для БИИ-200 как бы это довольно-таки большой самолёт. В целом, чтобы люди понимали, значит, БИИ-200, ему необходима ещё определённая акватория. То есть он просто не с любого места может забрать воду, которая в дальнейшем будет сбрасываться на лесной пожар. И, опять же, у нас нет такого понимания, чтобы хоть один лесной пожар был ликвидирован с помощью только самолёта БИИ-200, либо только с использованием искусственного названия осадков. Везде необходимы на земле люди. То есть без людей, без их координации, лесной пожар с помощью применения и самолёта Амфибии БИИ-200 ликвидировать невозможно. Обязательно должны быть люди. Он только в помощь. Да, понижение класса. Сам самолёт БИИ-200 пожар не ликвидирует. Ему нужно, естественно, чтобы на земле отработали. Он им поможет, ТАСС какое-то время, а в целом без людей лесной пожар так себе не ликвидирует с воздуха просто. Вот это уже как-то так думаю, что это сюда... Пожар, наверное, не ликит самолёт. Ну, нет, он как бы, естественно, проводится определенная работа, либо будет проводить сброс на упреждение, чтобы увлажнить, так скажем, чтобы он так сильно распространялся. Либо прямое воздействие на кромку, но всё равно по этой кромке потом необходимо пройти и отработать. Потому что даже если вы... Ну, как бы в сезоне мы очень горимая республика, мы все видим, дождик прошёл, вроде бы дыма нет, ничего, всё хорошо, мы думаем, что всё нормально, да. Только ветер поднимается, и опять весь дым идёт. Это говорит о том, что если дождь прошёл, есть такое... У нас есть пни там, валежни, которые где упал. Внутри будет дымиться, тлеть. Только погодные условия чуть поднялись, случились, и он, соответственно, выскакивает. Вот, к примеру, я вам приведу, после гроза, например, грозы прошли. Не факт, что этот пожар после прохождения гроз возникнет в этот же день. Он может пасть в дерево, и в течение двух-трёх дней уже может возникнуть пожар. То есть он просто тлеет, и потом возникает. Поэтому патрулирование усиливается после прохождения гроза. Естественно, во время нежелательно летать, но иногда выполняется полет, если не мешает, так скажем, правилам авиационным и жизни, здоровью людей. Вот смотрите, да, вот, допустим, мы вот этих фактов вообще, честно, обычные люди, мы не знаем, да, мои коллеги не знают таких больших нюансов, то, что вот в нашем представлении, ну вот почему, да, ну вот отправили там зондировщик, а почему они его не отправят? А почему ведь 200 к нам не летят? Вот мы так думаем, если честно. Ну а вот то, что вот такие вот внутри, какие-то вот такие вот... Нюансы есть. Вот прям даже язык не поворачивает, скажет нюансы, извиняюсь. Такие вот проблемы. Стихия не угасает, она практически ждёт своего момента, чтобы опять, да, пойти. Если тут не придут люди и вовремя это всё по кромке, как вы сказали, не... Ну там два... Либо по кромке, либо они проведут так называемый встречу. То есть когда говорят, что лесные пожарные поджигают лес, это не поджигает лес, они проводят мероприятие, есть такой способ тушения, как отжиг. То есть он производится либо от естественных, да, у нас есть естественные преграды, то есть там, допустим, озеро, реки, либо от проведённой минполосы. Минполоса, естественно, это снимается верхней слои почвы, значит, уже при ней производится отжиг. И тем самым сжигает горючий материал впереди, и огню уже некуда будет распространяться, потому что нету сил. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в гости и рассказали нам такие прогнозы. До свидания, телезрители, радиослушатели. До новых встреч.